В эфире Первого Ярославского, утреннее телерадио-шоу Первая Студия. Ну что ж, друзья, всем доброго утречка. И, Серёжа, не лезь ко мне в кадр, потому что это моя минута сейчас. Знаете, друзья, вот каждый из вас сегодня уже успел заварить чашечку кофе, сделать себе какие-то, может быть, бутерброды, но... А у нас самый вкусный эфир сегодня, потому что у нас в гостях Елена Смирнова. Я не знаю, Серёж, представь. Доброе утро. Вот красивое, обаятельное, бодрое утреннее. Готовит, как богиня. Готовит, как богиня. Елена Смирнова завпроизводством известного ярославского ресторана. Ресторана, пока что не будем говорить. И она пришла же к нам в гости не одна. Доброе утро всем. Доброе утро. Я пришла не одна, я пришла с тортиком сегодня. Только для вас, для Ксении. Вот он, вот он торт, мы его прям будем есть сегодня. После эфира. Торхов, Рулёва, Воронин и Первая Студия. И оператор. И оператор дорисовал. Рядом чик. После этого тортиком будет именно выглядеть так. Да. Леночка, скажи, пожалуйста, вот ты же повар. Да. Ну, у каждого повара есть своё какое-то любимое, самое вот дорогое сердцу блюдо, которое ты любишь готовить. И всем буквально преподносить. И говорит, Лена, вкусно, вкусно. Давай. Нет, для моего сердца все блюда очень любимые, дорогие. Главное здесь свежий продукт, настроение, щепотка любви. Ух, тогда всё получится. Щепоточка любви. Щепоточка чуть-чуть совсем. Пусть будет не солёно, но щепоточка любви будет. Это очень важно. Давай, Серёжа. А есть ли вот конкуренция, меня интересует, среди поваров? Слушайте, я думаю, что конкуренция всегда есть. А работаешь ты на кухне, а она тебе, добавлю-ка я чуть-чуть соли. Не любви, а соли. Нет, большое спасибо моей команде. У меня таких нет людей, у нас команда слаженная, поэтому у нас всё получается хорошо. А есть самое вот сложное блюдо, которое ты, не знаю, там, готовишь, там, два дня буквально, чтобы она настоялась? Слушайте, ну, такие блюда, наверное, нет, таких блюд нет, потому что всё легко даётся, если ты мастер своего дела. Главное, чтобы у тебя была, опять же, команда, поэтому всё легко, всё просто, всё быстро. Ага, Лена, мы тебя как-то сразу вот так вот закидали вопросами, и мне это не нравится, Серёжа. Так, буду молчать. Потому что ты как будто комментируешь футбольный матч сейчас. Так, давай, мяч. Лена, всё, как ты пришла в эту профессию, расскажи. Вот, расскажи, вот, за что ты любишь. Нет, как сейчас я помню, я приготовила своё первое блюдо, это был картофель жареный в 6 лет. Понимаете, картофель жареный в 6 лет, да. А ещё на днях я прибиралась... Подгорел, Серёж, подожди. Нет, он был вкусен и прекрасен, мама меня похвалила. А ещё недавно я прибиралась в своих старых вещах и нашла анкету. Помните, в школах такие были анкеты? Любимая песня, любимая группа, кем хочешь стать. Представляете, у меня написано, кем хочешь стать, у меня написано, поваром высшего разряда. Получилось? Я думаю, что да, всё срослось. А вот это поворот? Да. Лена, а правда говорят, что профессия повар, ну, не такая сложная? Нет, на самом деле она очень сложная, когда люди все отдыхают и все к празднике, повар трудится, даже бывает ночью. Понимаете, это всё серьёзно, всё очень тяжело. А вот ты больше, ну, повар же, он делится на несколько категорий, мне так кажется, да? Это повар-кондитер, повар, который занимается мясом. А есть универсал. А есть универсал, как ты, да? А есть ещё за производством, которое я поставила. Здесь будет мясник, здесь будет кондитер, здесь будет повар горячего. Ты над всеми руководишь, управляешь, помогаешь, направляешь, разрабатываешь, да. Это получается как шеф-повар, да? Большой человек. Лен, скажи мне, а вот на кухне есть дресс-код, так называемый. Как повара у нас выглядят? Всегда чистая спецовка. Да. Колпак, наверное? Это обязательно, колпак. Никакого маникюра, никаких украшений, вот, всё просто чисто, аккуратно. Потому что нет-нет, да и в мясе можно найти золотую серёжку, да? Да, на счастье. Ну, кстати, к счастью, наверное, будут многие рады. Что? Будут многие рады, если золотую серёжку. Пойду сразу к стоматологу, я думаю, да. Я думаю, даже жалобы не поступят. Слушайте-ка, сломал зуб, ну, ничего страшного, ничего страшного. Переживу, понимаете? Переживу. Лен, ты готовил нас на Первом Ярославском с известными людьми, часто опубликуешь фотографии. С кем готовила? Людей было очень много, игроки хоккейного клуба, локомотив, актёры театра и кино, режиссёры. Вот, в принципе. А когда не смотрим? Они способны так же готовить, так же, как играть на сцене. А это кто? Это Дмитрий Мальцев, игрок локомотива. На самом деле, большинство за кадром готовила я. Понимаете, ребят, готовила я, а люди уже так доделывали. Но однажды ко мне пришёл Эмиль Галимов готовить. Я говорю, что в нём готовить? Мне говорят, эщпичмаки. Я как бы по-русской кухне-то. Я думаю, что это такое? Пошла к шеф-повару, говорю, что это? В общем, готовил сам. Умеет в руках держать не только кнушку, но и скалку. Да, как раз таки. Ну, вкусно получилось. Всё получилось хорошо. Готовит по рецептам мамы, кстати. Молодец. Афанасьев, да. Почему ты начала готовить? Вот как ты к этому... Как ты стала готовить с известными людьми? Так получается, что... Приходили и сказали, мы хотим готовить с тобой. Нет, я благодарна своей судьбе. Почему-то всегда происходит так, что я ознакомлюсь с известными людьми. Она просто притягивает магнитик. У меня есть с ними контакт, да. И поэтому они идут как бы без проблем ко мне готовят. Здорово. Один даже, вот, актер Даниил Белых, кстати, известно, что на все программы покупала продукты я за свои деньги, либо был спонсор ресторан. Но Даниил Белых, актер, он из Москвы в поезде привез все продукты. Там их было очень много, да. И еще, вы знаете, что найти оператора очень тяжело. Он даже взял камеру, готов был... А что готовили тогда? Мы готовили то, что едят актеры на съемочной площадке. И что же это? И кто-то там нарезал овощи какие-то, салат, чай приготовил. И потом опять вывез в Москву на поезде. Нет, и он это забрал на съемки. Как раз снимали фильм на парнице, он все это забрал, все скушал. В Ярославле, да, снимали фильм? Вот, здорово, здорово. Сергей Чиграхов у нас готовил с нами. Я даже помню до сих пор, как он готовит, режет салаты и приговаривает. Не дай бог увидит это мои парни. Я на кухню захожу только покормить кота, а тут я готовлю. Это торт, мы обязательно после эфира его попробуем. Мы тебя поздравляем с твоим профессиональным праздником. Может, ты поздравишь всех коллег по цеху? Да, я поздравляю всех коллег. Желаю им счастья, здоровья, терпения, творческого вдохновения. И пусть у вас все получится. Развивайтесь.